На Руси вплоть до 15 века именно 1 марта отмечали Новый год. У нас существует традиция праздновать Мартишор. С весной люди всегда связывали особенные надежды, ведь она символизирует пробуждение природы и утро года. Сегодня начать Новый год новой жизнью решили 8 пар. 6 из них говорят друг другу заветное «да» здесь, в Тирасполе, на набережной, на островке «Счастье». Мы рады приветствовать вас в этот теплый, счастливый для вас день. О любви с первого взгляда они не говорят. Зачем, когда и так понятно без слов? Какими параметрами измеряется счастье? Для Кристины и Валерия все просто. Солнечная погода, теплые, искренние улыбки друзей и родных. И еще самое главное – сегодня день рождения их семьи. Конечно, будем стараться, чтобы у нас все было хорошо. Нарожаем много деток. Будем вкладывать в наших деток все, что мы не вложили в самих себя. Ваш семейный огонек должен всегда гореть, давая свет и тепло вашей семье. Андрей и Светлана дату 1 марта выбрали не случайно. Когда речь идет о новой ячейке общества, говорят молодожены, случайностей быть не может. По их мнению, создавать семью нужно до 30 лет. Вот 3 марта мне 30 лет, 12 супруге будет 30 лет. Вот как бы мы так, как раз возраст Иисуса Христа надо быть. Мы так сообща решили и выбрали эту дату. Сотрудники ЗАГСа рассказывают, символика чисел часто играет для молодоженов важную роль. И 1 марта не исключение. Цифра 1 сулит быть всегда первыми, вместе как одно целое. Ну а март, может не зря наши предки называли его начало бытным. Конечно же весна, теплая погода. Конечно несет что-то теплое, доброе. И думаю, не случайно и единичка, это тоже всегда впереди быть. Впрочем, все как один молодожены уверены, счастье в семейной жизни от погоды, уж тем более от времени года, не зависит. Сохранить весну и тепло в отношениях под силу только им самим. Наталья Храмова, Дмитрий Дьяков, 1-й Приднестровский.